Все, стартанул запись тоже. Че, сетка лодеров. Также бо 3. Счет 0-0. Играет 2 ручка, как обычно. Ну, парни отличаются нестабильной игрой. То есть могут что-то накрутить себе в голове и пихнуть не туда, куда надо. Ну, если смотреть объективы, мне кажется, Спартан получше немножко играет на данный момент, чем Теслик. Ну, вообще, да. Он ролит, кстати, Спартан. Сами Капитанов ролит и вставляет их. А у Теслика... Теслика 3-0. Разоров давай. Хочу Разоров. Может быть, Халбрид какой-то. Тоже прикольный. А Халбрид с Разорами? Да, Разорами. Как раз. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Можно разункомить, пизда-то. А, и взять. У него просто два Разора. Ауткаст еще. Ну, это хорошо. Почти как Халбрид. Еще бы яйцо сюда. Угу. Ну, он все. У Розоров с третьим немножко проблемам, потому что там целых 4 удара нужно, чтобы убить Скорпиона. А с ауткастом поработать не решается. Да. Хорошо смотрится. Больше сейчас что у Спартана там достраивал. Непонятно. Если он их не убрал, видимо, ничего такого слишком хорошего нет. Или он просто решил не жертвовать им. Решил, наверное, как-то, ну, то есть по ломбиру не газовать, а там накопить, возможно, на нужного юнит, и уже дальше от этого игра пойдет. Алхимики. Неплохо бы смотрелись. Ну, в них еще надо как-то выйти. Но он 2.0 сидит. Ну, конечно, ему надо достраивать. Я и пулять. Он не догонит. Ну, он развернется сейчас. Не факт. Почему не факт? Ну, не знаю. Бывало, убегал. Ну, он ТП-6 только когда на мид прошли юниты. Вот так он разворачивается обычно назад идет. Вот оно что. Не знаю. У меня бывало не догонял там и все. Ну, прикольно. А, Фантом его в Спартан. Хорошо. Ну, отлично. Оба кидают по УРСу. Да. Тут же насильно. 36 на 50. А мы вчера играли с Леоном на боте. Там 31 на 46, что ли, атаковал УРСу. Ну, опять ДПС понизил. Ну, вот если КДФ... Да, и у Спартана тоже. Простой. А у Спартана сейчас как у УРСа смотрят зайдет. Да, ну, мне кажется, он дыхнет. А мне шатают эти. И Фантом еще там нарезают. Шатают, но они медленные. И сейчас еще Фантом один останется. Ну, он веканет. Ну, он еще и спалит Фантом сейчас. Может быть, а может и нет. А сейчас еще один удар сделает? Не спалит. Ну, как бы только по УРСе, если угадать. Не, вряд ли это. Ну, ему надо, слушай, на третий ставить. Как бы, мне кажется, он зря сделал. Беспа. 3.0, в смысле, зря сделал? Ну, да. Почему? Или, ну, типа, думаешь, так дефнет. Дефнет. Ну, и без засула дефнет. Они не шатают третью. Ну, Фантом же. Мне кажется, дефнет, почему нет? Ну, опасненько. Немножко. Ну, если досыла будет, то да, конечно, не дефнет. Ну, он достройчив что-то. 125. Мир тысячи Фантома. Ну, так, не, раз 125, идеальный, конечно. Если бы вот не хватило, вот это вот да. Пришлось бы какую-нибудь гадость ставить. Но ему все равно что-то надо будет. Возможно, он на Т6 накопит, если хороший юнит. Или придется в Т5 выходить. Если милишник опять же там. Тут что стандарт. Ну, не знаю. Это если бы прямо вообще. Два притих разора. Да. Очень хорошо себя чувствует. На четвертую, на пятую тоже хорошо. На четвертую может фулл инкомить. На пятой что-нибудь слегка доставить. Там отводик усилит и нормально. Но у него вообще смотрится ап разора здесь. На какой волне? Ну, не знаю. К пятой, например. Чтобы потом шестой тоже ничего не ставить. А так, типа, с разором ты надежно вверхишь. Но у него в любом случае на восьмом утра будет. Ну, это единственная волна, где у него проблемы. Да. Ну, и у Спартана там тоже немножко есть проблемы. У Спартана... Восьмая, наоборот, лучше смотрится. Седьмая хуже пока что. О! Тесли приролит. И он не стал даже отвод делать. И он еще третьего, когда-то добавлят на четыре. Не знаю для чего. Но он мог бы не апать его? Ну, конечно, можно играть. Во-первых, не апать, и я не знаю вообще, что он боится. Он даже засылан дефнет. Без этого лишнего пацана. Так, тут хантомы. Ну, да, Спартан ничего не делал. Все в ламбер запихал. Вот бы Жека сейчас урсу кинул, у него есть дерево 180. И Спартану было бы больно. Так ему и так будет больно, походу. Ну, хотя нет, тут фокус вроде нормальный лег. Правономерно отсылит капитана. Ну, отвод хорошо сработал. На пятую кидает. На пятую кидает. По фокусу все прям вообще хорошо. Да, урса пробил бы. Засыльчик. Так. Можешь лицо покинуть. Небольшой. Так, у Теслика появились капитаны. И Т1 у него теперь гнолы. Херовый вариант. Вот, блять, нельзя было продумать этот момент. Оставить колита вот-вот и не апнутого в основе. И роли. Нет, блять, торопится куда-то. Ну, капитан, в принципе, нормально. Выглядит. Что для восьмой, что для седьмой. Усиляет все войска по ДПСу. И медиум для восьмой волны хорошо. Тоже танковка. Здесь фонтон апнулся. Оба Сият 5-2. Вот скилла, скорее всего, будут играть. А, ну Теслик закинул на 5, да. Я не посмотрел, какой скилл пришел и сворачивался. Да, я уже, даже если я обратил внимание, то уже забыл. Спартан или конет слегка. И палит он фант. Ну, Теслику было бы идеально, чтоб волна у него была. Ой, сейчас еще по дебот упадет. Нет. Тебе лагало? Нет. Понятно. Может быть, и только у меня. Ну, Спартан хорошо скупит на седьмую из 7-2. Ну, правда, ему ферму надо будет тапать еще. А, он на шестую кидает. Ну, ладно. У Теслика тоже капитаны. Он делает себе 7-3. Теслика горелка, походу. Похоже на то, 7-3. Если не горелка, то очень опасно. Разыгрывает. Он пропустит сейчас шестую. У него не одну, это же отказ. 640 вала. ХЗ. А, ну, засылан, да, конечно. Пес засылан, тэф. Я такой думаю, как это он пропустится. Больше нам интересно, что у Спарты будет. Он тоже 7-3 делает. Да, да. Полтора фантома, типа. Ну, ему только Т5 получается доставлять. А тут Турса и этот, и Кодор, но этого хватит. Конечно. Спарты любят кидать на шестые, девятые. Такие волны. Сейчас много кто кидает на эти волны. И много кто пропускает на них. Ну, если пик читать, то чё бы не кинуть. Да, сейчас сложится outcast и всё. Хотя он даже последний умрет. Нет. Порзорчики. 13. Ништяк. Абойд Реген немножко тесли. Ну, бля, чего у Спартан-то ставить? У него пиздец уже на 7-м. Ему танковка жёсткая уже. Ну, да, горела ещё Тесли-ка. предварительно как это сказал, на регу апнул чтобы к седьмой волне кинг уже восстановился и кидает потихоньку с мелочью урса хермит вряд ли будет он копить на еще какого-то жирного юнита вот он размышляет апнуть разора или что-то другое еще виджи доктор есть хилл и еще один капитан плюс отвод из паука ну капитан лучше потому что ему все-таки к восьмой надо готовиться а не к седьмой да, согласен, нормально, и на восьмой и хилл подожди, а что у него у него горелка была у ТСРК да Спартана Акаша блядь, пиздец заебний спит четкий, еще и варлок у него есть на десятое да блин, еще ништяк но он пропустит, он может сейчас пропустить у него небольшой вал а отвод отвод тоже не особо сильный да, должен лекать по идее полтора фронта всего опять он стакнул хермита или это не в его игре было кто-то другой стакнул хотя я сегодня вообще урсу стакнул на втором думаю, что заберу в итоге она меня разъебала блядь а на ком ты играл? это было в игре ну, против наказанных которая на десятом типа его дропнула у меня было дерево в первом пике за 130 вот, и больше нихуя не было ну и банша я поставил баншу дерево сделал реролл там у меня были снайперы вертолет и лорд вот, я бы добавил снайпера а отвод оставил потому что во втором пике отвод был мина блядь вот, и в итоге мне пришлось на второй еще два снайпера добавлять ну, а урса вышла спереди сразу я ее стакнул блядь но каким-то хуем она, блядь на повороте все равно затупила из-за этого, блядь я ее не успел убить и она просто смела не, ну как ты смела там типа 11 пропуск был вот так ПЕ мог бы вообще в ноль Теслик ставит двух паучков на восьмую волну спартан просто апает капитана мммм чего, погоди сколько эээ 190 да таким выгоднее было пару фантомов воткнуть ну, конкретно против восьмой а у него волна ну да я просто пока говорил вообще не следил ни за чем тут пауки бля но пауки такие себе ну вот да я о том же и думаю то что они здесь как-то совсем ну а что ему было делать просто если бы он апнул капитана у него бы оставалось сотни или сколько сто голды что он бы на нее сделал еще одного вич доктора ставить тоже не вариант капитана за 110 может хоть его ему не знаю ну похер че нормально даже дефнул еще там спартан еще решил фору дать в общем тесли кидает на седьмую и пускает без осыла столько же сколько спартан и спартан кидает восьмой и после отпускает столько же сколько и теслик угу обмен лепестностями так волна спартан блять пять два кинг и здесь пять ноль кинг угу оба сидят блять семь четыре охуевшие ну ему как типа эти пики инкомные на них можно разогнаться хорошо так что нормально пока ровно идут ровно ровно на десятой волне а у спартана есть варлок на десятую волну спорт эй на десятой вообще по моему здесь у них ни у кого проблем не должно быть но спартан может пустить у него одна акаша пока только варлок ну чё он апэд варлока раз ну семь пять и ну ставить еще одну акашу плюс чё антигуля у него и возможно еще отвод ущерит на девятую кидает теслик ну чё он там урса ну урсу убьют быстро по идее так у него у сахара метод отнесло даже на девятую зачем он кидает в 80 уже кидал это маловато не может быть он как бы думают а чё он делает там фантом нет может он как раз думать что не фантомы а просто сплэш какой то да и что спартан например завекомился и не дефнет ну когда низкий вал можно и с фантом не дефнуть ну надо тогда виверну кидать без виверну кидать без виверну конечно он думает вот здесь он нормально расправится ну вот урса умирает как обычно против нелишников но он пускает походу да да неплохо с таким маленьким засылом 14 штук очень хорошо теслик совсем охуел 76 а так спартан тоже охуел чё я он тоже 76 он еще раньше блять тест заказал 10 атаки нах спартан походу будет это через кинга сейчас просто хп на аппы после арены и 17 и на 17 там тысяч 5 как скопит дефа тут пока нет и уже очень много всякой херни стоит которая ну дешевая а слоты занимают аппэд аут каста но с ним этот деф 11 конечно намного лучше так можно было бы наверное и закинуть и он бы пробил 1360 вэлью ну а твот должен сагриться а тут и спартана можно на 11 пробить не смотря на фантомов да 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 а чё ну блять он жадный сука не хватило из-за этого из-за 7-6 так бы акашу еще ставил у него бы хороший дефт был бы вот если бы есть отвод еще десятый у спартана нет он спартан не шлет у спартана этот агр блять не сработает походу отвод нет не сработает далеко слишком стоит за них за 15 херово агрится то очень надо дальше выставлять по ходу ну да ну да так 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 о-о-о-о тут вообще все плохо ну с F шепицей чё это такой обычный момент 1� заберет хоть давай давай еще обратно Ой, а и Теслик тоже двух пускает. Очень странно. А, у него отвод не это. Блять, как у него не сработал отвод? Я не знаю, он ставил уже. У него что, типа третий слот, Акалит, и от него в сторону этот, блять, за 10. Не, надо выше ставить. Ой, рачки, блять. Сейчас бы на 10, блять, лекать, ну как бы с дефом пиздатым. Тупо из-за отвода. Ну, вала мало у обоих. Теслик дефу в моль, блять, если бы отвод сагрил. Спартан 11 на 10 кинг хилл не отдает. Теслик 11 на 3 тоже хилл не отдает. На 11 атаки это слишком... И у обоих 100 кинка, блять, на 10. Сейчас оба кидают, короче, на 12. Тупо, чтобы пожрать. И пиздец, а ты... Это катка 31 плюс. Ну да, с таким инкомусом сложно будет пробить. Нет, тут все еще можно эту, ну, большой засыл делать, пробовать. И надеяться, что Теслик типа ничего не найдет. Это-то всегда можно. Тут уже будет зависеть, найдет или нет. по 7-8 сейчас у них будет. Бля. А, он не делает. А что он не делает? А, он достроился. У него танк въебал. Ну, может быть, и правильно. У него... Он сейчас еще потом после арены продаст этого мужика. с 10-го. Да, и сделает 7-7. И будет у него 7-7, в то время как Теслик будет пробовать выезжать на преимуществе по ламберу. Он себе 7-8 делает. Если бы Теслик не пускал 10-ю волну, то... Он вообще в плюсе был бы в охуенном. В большом, да. Ну, так, 7-8, 7-7. Сигать, тут вообще какой-то полный набор. Ну, вот танки, фантомы, минус армор. Спартам правильно сделал, наверное, потому что он был мог арену не забрать, потом 11-ю ликнуть, 12-ю ликнуть, и плохо у него все выводы. Наверное, слишком мало. Он 12-ю все равно ликает. То есть... Пик такой, как бы... на танковку юниты не подходящие. Типа, а каждый не бошит с этими идеями. Типа, нахуй не нужны. Неотанки, типа, рнжевой юнит. Ставить неотанков что-то, не знаю, сколько и ролить. Его даже бить можно так же, блядь, на любой волне, потому что танчить некому фантомов. Может, он, кстати, и не будет фантомов больше делать. Две штуки апнуть, и все. Типа, оба кидают, на 12. Типа, забайтил. Можно так забайтить. Типа, о, блядь, я сейчас фантомов на штопаю. Охуяк, и нахуй их вообще не делаешь. Типа, у меня танки есть покруче на лейт. Тем более, они инкомы разгоняют. Тесли кролл. Это за 50 получается они? Да. 12. Тележка, менты, курса, менты. То есть, у Тесли каи в первом, в втором пике ведем Т6. Не очень хорошие были. Ну, Тесли кликанет много. Да, и спартан тоже. Но спартана волна. спартан опытов. Спартана велью и спартан может мелочь сбрить. Тесли по деревьям. О, вот это нормально. Главное их не спалить. Приставить оставить. Зачем он? Ну, не знаю. Вот так туда нахрен тут. Боится засыла, что слишком много пропустит. Но сама суть то, что тот прист здесь много не сделает. Вставлял лучше бы ломбер сделал побыстрее. О, передумал. Или нет? А, истроля стоит. А, нахуя истроль на 12? Шиво на мыло. Варлок, ауры, менты. Здесь тележка, кодовая менты. Жесткая каска. По 7-15 до 17-й волны. Добре лаги. У тебя лагало сейчас? Да. Небольшой пролаг был. Мечтай как это. Ну да, теслик 30-ку пускает. 29. Там всего лишь 17. Чего лагает так? Да, есть лаги. Ну, конечно, без хилайтов все дефать вообще не проблемно. Но покормится спартан чуть побольше. и он делает 7-8 теслику на 7-9 не хватает. И будет ли он вообще делать 7-9 потому что у него деф это 13-й особо нету, а вала мало очень. Теслик может сейчас придумать размен. А спартан может и на 13-й покормиться неплохо. Плюс горелка у теслика может даже если бы на 13-й дал спартан может быть он и хил бы выбил. Так, я на сек отойду. Ну спартан кинул 12-й неплохо задамажил кинга. На 13-й мне кажется хил выбил с горелкой. Айк облагает 7-9 делает теслики 7-9 делает спартан. Вместо того, чтобы поставить еще одно дерево теслик ставит айстреля. Так, вот. И меня ты тут? Да. Я немножко не понимаю почему теслик делая 7-9 это ладно, вместо того, чтобы поставить второе дерево, делает айстреля и марха вот добавляет. Немножко странно. Тоже не понимаю. Ему сейчас надо всю голду в деревьях пихать. но он решила стреля отмеч. Ну, ладно. У спарты трифанты. Что не будет делать? А нет, спарта копит, а теслик апает. Ну, он регу апает, по идее. Или что? Ну, по идее... А, ламбер еще делает. 7-10 еще. Мне кажется, он здесь выберет вариант кинга запать и много очень накопить на 20+. И деревья не ролить, потому что, видишь, он уже два ролла сделал, там полная херня была. Да, конечно. А так у него под деревяшки тот же рефлект, и есть чем добивать. Ну, юниты с быстрой атакой нормально. Ну, да, может апнуть кинга, чтобы 20-й точно дохнуть. Все остальное он не так не дофить деревяшками и 24 кинуть много очень. Ну, там 24 опять же танки. Ну, они не спасут, если большой засыл будет. Согласен. Ну, Спартана в принципе вообще можно везде пробить большим засылом. На любой милишной волне. Ну, ему на 19-й ГГ вообще 23-й тоже плохо. Везде плохо. Посмотрим, как присутствие фантомов сейчас не знаю, не решает нисколько у Спартана. Ну, да. Ему вот этих вот неапнутых доставлять, также надо поставить пару танков, сколько он там захочет и менять срочно. Сейчас деревьяху еще спалит, блин. Хотя нет, там по-разному. Но все равно подозрительно должно быть для Спарты. И Кинган сейчас спалит. А, не, он не а, он регу, регу качает. Вскрытую типа. Там тут так Игорь денется, что блядь, вот из крови уже слишком быстро. 7-11 оба. Тут дальше Фантом устроит Спарта. Хз зачем? Может если 19 кинуть все-таки? 3-5 штук ему хватало бы. Как по мне. Но он думает размер будет на 17-18-19. Возможно. 1800 у него уже дерево. ну засыл не самый большой будет. Так вот сколько мало деревяшек будет он 7-12 делает. А ему пофиг был. Кинга все равно опять. Ну да. А смотри кинул пятнашку. 15 без кряки. тут не переставало. хватило на кряку. Посмотрим. Ну без хила это что? А ну тот же кин контент зачем 15 до. Вразоров. Ну как ладно там вразоров не так много. Но все равно. Бах. Сейчас деревяшку он палит. Ну пропуск такой большой. для 15 надо хп апать. Может он хил кстати отдать. 23 13 хп у него и молит. А кряки нет он сгорит. Хп может не хватить все равно мне кажется. Не не сгорят мне кажется. Да конечно. Хотя они быстро. демон быстро упадет и нормально. все можно накопить. Можно да. Делаешь 715 копишь на 24. Здесь 250 нкама? Да что? Сильно будет. Он сам на 24 может порогать тоже. Не если деревяк тупо штопать не нормально. не не хотела. Ламбер он заказал. А не Спарта 713 не хочет? Не он сделает. ламбер будет сделать. А нет он строит. фанту апает. Теслика получается 3 деревяхи к 17. ой погоди. ну да. по идее он сможет апнуть 2. к 17 да ему может и 1 хватит апнуть. зачем он если его не будет. Он ликанет. Он ликанет просто. Он на инком просто кидает. Ну ладно на 17 еще нормально можно. Кинг все равно есть. есть лучше бы 16 кидал на фантомов. Правда он видел не о танке наверное из этого. 19 уж лучше бы кидал наверное. но он не хочет убивать. Он хочет на т4 20 плюс он копит куда-то. Поэтому кидает сейчас. Сейчас ликает. Нормально поднимет инком себе. Спартам может и пустить и там пустят. Скорее всего немножко. Ну у них считай по инкому одинаково чуть чуть вылью отличается все. Да ровно идут примерно. Если учесть еще пики их не. Спарта тоже неплохо пик на деревяшке конечно но не а танки есть. аура есть. теслику лучше ламбер заказывать. Не ставь дерево. да тебе не хватит все ровно. Ну да. Ламбер закажи. Покер что ли конечно. Че он там докинул ворву. Апать ферму 10 75 и чем будет делать здесь 75 голды надо было апать ламбер доктор апать ну такое себе ладно Спартан 4 танка 6 фантомов добавил еще ворвока чтоб 20 получше бить 4000 вала 4 неотанка 6 фантомов он дефнет же правда с фантом некому танковать потом и речь но он должен все хорошо задефить тут фанты танчат неотанков так что забавно получается не ну он что-то даже много пускает да многовато ну и если бизнес тоже пускай 107 14 спартан ламбер заказал кинг тоже есть кинге одинаковые нету оба таксиная ламберят и с таким низким валом сидят что рядом 19 кинуть и это очень сильно было любое себе кинул даже спартан выкинул если бы тоже пустил но лишь пустил бы но там залитые были бы все а вот если спартики минать там разрыв паучки быстрее и узкие зафокусят все там быстро очень и инком там быстро придет хуй знает любая волна заходит в спарту 25 вообще охуенная если только 200 ламбер мало а у спарта уже косарь оба будут копить на 20 плюсом куда-то на 24 может быть ну если такое решение будет то теслику надо в короля играть ну в деревянного короля а может быть теслик просто настроит деревяшек за дефы 23 24 25 26 какие там и 27 кинет не знаю что он захочет сделать тоже как вариант ну я бы наверное уже тут да тупо деревяшками играл ауру ауру не те в лейт как бы да и уже сколько там роллов потрачено хер знает получится у него что-то найти или нет ну хотя кажется за 50 он только потратил ролл может за 100 там придет что-то хорошее но рисковать я бы не стал из деревяшки можно им не сыграть сделать очень большой засыл тут ему надо опять же несколько юнитов для лейта хороших из т6 типа там гидра танки или лорды драконы еще пауру какую-нибудь поймать и ауру еще желательно на урон ну на дпс троллили верт так что риск короче 14 25 11 кинку спарта он показывает теслика 30 13 эргена у него тоже полно спарта 2000 теслик полторы кинг 30 на 13 25 на 14 теслик ставит престол делает рерол но спарта еще арену заберет 3 дерева блять это пиздец на любой волне тоже пробивается не знаю зачем он ролл тролль ну тролль это хорошо но без т6 для кого нужно здесь есть капитаны есть тролль есть видж доктор даже есть тролль ну и все и 3 деревяшки ну мало слишком очень мало теслика можно бить везде тоже теперь 23 24 даже наверное на 22 у него вала мало будет удастся зачем я думаю зачем роль деревяшки если у тебя роуза 100 и ты вообще не уверен что тебе что-то хорошее придет там а даже если что-то придет то что может прийти лучше чем деревяшки который дефнет после 20 волны 23 24 вот я не знаю странное решение лучше ничего не найдешь все равно ну ладно и по валу у него очень все херово с деревяшками он бы дефал нормально все да спарта кидает еще подкидывает слегка для инкам и спарта еще время заберет и вот сколько все плохо будет сейчас очень неожиданно так да у спарта сложный 19 дефать еле еле у него еще гидра одна есть а ну если короче зафулил кинга и будет копить просто дохера а с чем дефать ему дефать нечем так вот я думаю что ему с этим делать еще одно а он переставил да у него азоры стоило ли оно того просто чтобы он мог поймать гидр хадесов это хуже чем деревяшки на 23 24 не а танки и прочее нету такого юнита который был бы лучше а здесь гидра пиздец да у спартана вообще просто идеально гидра танки тролль есть с капитанами но пока гидров мало еще можно что-то сделать где 23 не мне кажется 23 если дальше копить там очень жесткая просадка будет но уже нельзя ему копить дальше он дирольна у деревя не знаю по-моему это было самоубийство расшир когда он еще 2 2 черепахи пускает на 80 голда и больше покормит спартана 200 голды за арену да спарта 4 300 здесь 3 500 не спарта мне кажется 23 дефнет он еще пару гидр построю там тоже больше нормальный гидр до 4 да там у него более менее скиллом то точно до 5 и уже скиллом 24 он тоже дефает теперь ну все он так да что то слику делать только 27 а у не доживешь оттуда как он доживет у спартана уже 4 6 да если к тут 24 вафли испорт спартан еще пишет такое чувство что я проиграл почему такое чувство у него есть гидры нет танки у него вала больше на 500 но сейчас он увидит но он уже видит сейчас пик увидит скажет заебись с ареной его еще не только вдруг смотрит и понимает что тесли король на деревьях а не смотри он ну да по-любому если посмотреть на его пик то понятно что он деревьях смотри теслик поставил миньора нахуя чтобы что я вот тоже думаю чтобы ему на 28 не кидали типа а куда у него у спарта уже 5000 дерево он явно до 28 кинет а миньоры до 28 такое себе ничего не испугаешь вот они наушники хочешь сходить купить что делать теслику непонятно манреген под фантом ну тут по-моему не сильно она будет уже решать здесь больше решает танковка из гидер 받 м м м куда зачем кидает унижение нах он хочет выбирать на 22 и... Он не выиграет на 22, там хилы есть. А, ну да, еще и горелка. Ну, просто разгоняет инком, чтобы на 31 быть в плюсе в большом. Все. Я не знаю, зачем я мог убить его просто раньше, до 31. Сейчас смотреть это до 31 уже... Сейчас, короче, у Теслика шанс есть. Если он не скинет лес, а будет на 27 копить, и если Спарта будет, вот в Талово эти гидер штопать, шанс есть убить большим засылом, пробовать два демона еще кидать. Можно. Может, и на 28 кинуть, там всего лишь 4 неотанкового видео, что роли не лить. Ну, да, в принципе, и 28 может. Ну, у него много дерева уже, 6 тысяч, он очень много кинет. Главное, чтобы не затупил. Вот, типа, сейчас возьмет на 24 какой-нибудь кинет, блядь. Это будет ошибкой большой. 200 голды у него еще валяется. Ну, он, кстати, это... Много ли кинет? У него не до деф. 300. Еще и азуры у него, глины. Демон пика нету. Конечно, сзади пока что. Дипа у него 6-700 вала, а эффективного вала вообще мало. Это одни ауры, какое-то говно дешевое, вон, присты там. Сейчас еще выбегут, блядь! Он так проиграть может. Из-за гулей, блядь. Пиздец. А, не, его сагрилось. Ну, блядь, этот айстролль остался. Не, кстати, да, он может и проебать. Вот с такой херней. Тут просто, если проходит 30 штук, и... А тут 40 пойдет. Full income там, пизда. Так это гг, чё? И гг это с хилом. Не дефается. Не знаю, там каталашек же много. Ну, хотя... Опять же сейчас. Демон, стак. Демон, демон. Блядь, чё за лаги? У меня лагает. Да, да, это айка. 36. Это овер, дохуя. Ну, видишь, медленно идут. Он будет так... Ну, постепенно, короче, все убивать. Вообще, волна таленькая. Ну, блядь, столько пускать нельзя. Демон, демон, демон. Да, должен отдохнуть с хилом. Может, и без... Нет, с хилом. Кряку, блядь. Что за ошибочки? Может, у неё тоже лагает? Жёстко. Нет, тут пизда. Походу. Пиздец. Я его просто эти, блядь. Мамонты дотыкают. Походу. Походу. Или выживает всё-таки. Да, выживает, мне кажется. Бля, он выживает. Походу. Нормально. Бля. 27, привет. Блин, а он и сам на 27 проиграет, если ему кинет Спартан. Проиграет. А хила у него нету, поэтому если Спартан просто в размер пойдёт, он выиграет. Тогда надо думать всё в другой волне получается. Ну, куда? 25, 26 на гидр не кинешь ты. Почему? Ну, они... Не знаю, сломают её всё. 26, можно. На гидр? Ну, да. А чё, а какой выбор, типа? 27. Так он в размере не падает сам. Ему не надо. Надо было деревяшек этих строить, а не тазуров. Так уже поздно об этом думать. Думай, чё сейчас есть. Ну, не знаю, на его месте я бы рискнул и кинул 27, в надежде на то, что Спартан вдруг не кинет 27. Ну, вот только это, да. А куда? Ну, 26 кинет, а у Спартана есть хил ещё. Гидр и хил, это неразумно кидать, он дефнет. Согласен. Тут куча гидр будет просто. Да, расположение ещё хорошее, то есть фонты сзади будут стоять. Вряд ли они умрут. Что мне танки будут дамажить, 4 не танка. Бля, ну, блядь, за что нахуй? 24? Больно, наверное, тебе смотреть на такие игры. ДЦП просто. И с той, и с другой стороны. Ошибки допускают. Ну, Спарту ещё, ладно, там, понять можно. Ну, 31, да, он выигрывает. То, что ему там фонты были нужны. Но то, что Тесла рольну в деревьях, это, блядь, фейл, конечно. Ещё и 24 кидает теперь. Просто для чего? Он думает, что выиграет на 31? Без леваста? Да, если бы у него аура пришла, хадесы там какие-нибудь, и хороший пик для 31, тогда бы я ещё понял. Да. У него же говно какое-то. Да. 10 500, блядь. Ну, сколько? На 2000 и больше? Вангую, деф в ноль. Ну, фонты, конечно, здесь умрут. Спелл иммунных юнитов прилично. Спам ещё. Только 3 кряки на 4. 4 кряки, 3 тайда, спам. Ну, он кинул много, кстати. Ну, понятное дело, что много, но этого недостаточно. С львом-то, ещё хил-то есть. На 2000 больше вала и хил. Да, да, да. Так, фонты пошли под фокус. Ну, пускай, на этой волнении особо ничего не делает. Нет, танки-то делают. Сейчас, если демон ещё... О, его сейчас фокуснут, походу. Да, нет, танки быстро его забьют. Сбоку. О, как он пилит-то хорошо, блядь. Сейчас он... Да, ничего, ну тут 35. Хуяк, хуяк, убил, убил. Не, ну, деф. Нет, с хилом, да, деф. Он, кстати, и без хила, наверное, убил. Ну, да, тут без хила, смотри. Тут леончики, вон два, сколько... Две баллиста, два леона, которые бесполезны, которые за два удара убиваются. Без хиладов. Угу. Шаман ещё. Эхо, на чё он рассчитывал? Ну, да. Я видел только 27 или 26, по два демона ещё, притом, надо кидать. Нет, 26, мне кажется, в деф. Он тоже. У него инкам высокий, вал высокий, гидры. И хил ещё есть. Поэтому мне только 27, мне кажется, вариант был, и то не стопроцентный. Угу. Не, вариант, конечно, здесь самый клёвый был. 27 кидать. У него... Ну, да, единственное, Спартан тоже мог в ответку кинуть и проиграл бы, если бы, тоже. Накопилось бы у него там очень много. Ну, 10 плюс точно. Ну, а теперь всё. Теперь просто ждём неминуемого, то, что уже предыдущено. Ну, этот, да, Спарта не будет никуда кидать. Ему тупо это не надо. Сколько у него там уже? 3 тысячи? 3200? Он всё дефает, у него хорош пик, но лейт. Просто большой засыл на 31, и всё. Теники есть и Теслика, мутанты, и всё. Ну, они сейчас уже бесполезны, тени. Это за 100 он роет, сейчас 150, может, будет? Он так строит мутантов и теник, и вот он рассчитывает, что 28 ему кинут. Может быть. Спартан, юз, рерол. Ну, правильно, у него гидру куча, просто ряд, ещё две. Дополнительно, наверное, он ловит ещё Гаста. Верно, ну, верно, такое себе. У него Дисайпл ещё есть. Нормальный Ореген. Спартан нигде не пробить больше. А Теслика везде. Вроде вот у него столько много мутантов. Ещё Теники появились. Он на 28 так же легко падает. Ну, а, да, у него хила ещё нет. И хила нет. Вот он сейчас рольнул. ХЗ за сколько? Ну, у него уже там, я думаю, может, и не осталось даже роллов. Нет, мне кажется, это за 150 был ролл последний. Должен остаться за 200. Медицин Мэн. Ну, под маной прикольно будет. Будут быстрее. Или, да. Сыпал есть у него? Где? Погоди. А, это... Это у Спарты. Это присты, понял. Я думал, он мне одну того где-то оставил. Понятно. Тогда нету. Спарта не стать. С-6, видимо, плохой Спарта, но пришёл. Ну, у него тут есть, видишь, этот Зедоктор и плюс ещё эти чуваки. Ну, хил хороший будет, конечно, но... Так, кого там хилить? Там тип сложится на 31-й. Вот именно, кого здесь хилить, мутантов, тупо. Грифоны плохой вариант. У кого грифоны? Где? А, у Стеслика? Ё-моё. Так это всё. Куда эти грифоны? Конечно, они летающие не толпятся, но... Это единственный плюс. Угу. Ну, у Спарты, он, видишь, Виверн сделал. Понимает, что воздух нужен. Какой-то. А, видимо, его вообще не было. Вот он решил такой вариант. Чтоб что-то там тыкало. Хотя бы понемножку. Ну, они... Они замедляют ещё. Дебашлы, типа. Угу. А, идёт. Да, у него слишком много наземных юнитов, которые толпятся. У них ренж примерно одинаковый. Пока обойдут друг друга, пока начнут бить. Но у него очень хороший вариант Death Dragon. О-о-о. Ништяк. Вот если... Ну, тут даже без Верта всё шикарно. Угу. Тут троллях... Да, тролли есть. Троллях хватит. Всё это... Вообще, я не знаю, даже на 31-й его пробьёшь каким пиком. Сложно его переиграть на... 10-ти гейдер. Да, жёстко. Ещё из-за своего будет больше на 31-й. На 2к... Ну, 1,5. На 2 500 вала больше. Если бы Сода кидал Тесту, то... Не знаю, мне кажется, может быть... Дефнул бы с его, но всё равно. Да, с Некром, думаю, Дефнул бы. Рисковать, говорит, не любит Спартан, поэтому до 31-й будет играть. Не любит до 31-й играть, но не хочет рисковать. А чё тут рисковать? Не знаю. На 2-с 80 покидать, рисковать. Вот куча мутантов. Ещё идти некий. 2-с 80-й может ещё дефнуть. Дефнул бы. Угу. Да, Тесла, ТХЗ. Но хила у него много. Хила много. А, кстати, да. Это момент. Вичи доктор, медицинмены, хайпристы. Ну, а тут, видишь, здесь ДПС очень сильный будет. Ну, типа, деревяки взорвутся, теники умрут на 31-й. Потом грифоны тоже начнут поумирать. Такое себе. Некому дамажить, эти мутанты будут дамажить, но они недолго тоже поживут. У Спарты слишком жёсткий ДПС будет с драконами и тями. Ещё плюс 60 от капитанов. Ещё тролль есть. Может быть, хил и резист по армору полишает, конечно, но я думаю, что вряд ли. Хил и резист по армору? Подожди, хил преимущество Спартана. Не, имею в виду, ну, лечение. А, медицинмены, это? Не, вряд ли. Этого мало. Ладно бы пик был очень хороший под этот хил. Ну, Т6 какой-то нормальный, а не грифона. Гидро, ХДС, это может быть хотя бы. Ре-роли, Толит. Ре-роли, Тесли? Последний ролл. Некор. Так он уже не нужен. Ну, типа, да. Нахон, грифону продал. Гидро, блядь. Ну, поздно, они сперващились построить. Сколько главных штуки? Три, три. Плюс ко всему, у него летающих только Азуры. Все толпиться будут очень сильно. Ну, более-менее. Ну, там, четыре грифона, три Азура. Более-менее. Не, а у Спарты прям внушительно смотрится все очень. Конечно. Намного. Ну, тут что-то все светится, блядь. Сверкает, хилится. Да, да, кстати. Меня прикалывают, как выглядит Death 24 в 2 на 2, когда там, ну, типа, инкомы сильные, и этих барычей делают. Там, пиздец, лазер-шоу. Красный на синий, туда-сюда. О, еще и Ходесы. Бля, и Мана есть. Лоу. Да, и Мана еще. Странный предмет. Ну, если три штуки их строить, то да. Странно. Ну, а их нужно немножко спереди, там же, ставить. Ой, пизда. Парадай. Ходеса, боже. Ходеса, слов. Плакали мы и 50 рублей, походу. Что, на Теслика выставил? Ну, да, типа, у нас Спартана там кто-то ставил. Я думаю, Апох поставил. Это первая только игра. Еще одна-две. Ну, то, что мы видим, по решениям уже пиздец. Так что... Ну, там и Спартан тоже не хотел рисковать. 22 кидал, он мог проиграть в эту игру. Если бы Теслик правильно делал. Ну, тоже не факт, конечно, что 100% проиграл бы. Ну, Теслику тут прямо вообще все замазано в этой игре. Ему не суждено просто, блядь, выиграть. Видишь, деревяшки в каком-то там, в третьем пике. Дальше полная хуета. Потом минеры там в каком-то пике. И в последнем пике гидритока. Это пиздец. Ну, почему? Деревяшки можно было строить. Неудобно очень. Ну, тогда вот именно у него один правильный варик был играть в фулл-деревьях. Зачем этот тускар? Чтоб у него, типа, получше... Ну, к стенке, типа, вышли, там, как-то подтолпились, чтоб он стакнул получше. Никто, кстати, смотрю, отводы не делает. Еще демон может какого-то хорошо выйти. Стагнуть и убить. Так вот, с отводом это довольно просто сделать. Никто не делает. Ну, без гулей тоже, в принципе, просто. Тут с гулями кидают. А, смотри, Теслик гулей кинул, а Спарта не кидал. По правилам запрещено гулей кидать. Вроде бы. Я вот тоже думаю... Ну, тут не решило. Это не решать, решать на 31 с плюсом. Нет, тут просто не решило. Тут как бы... Придраться-то, конечно, можно, но ничего не решило это здесь. О, и Теслик сыпется. Да, более-менее. Более-менее. У него еще гидры есть, мутанты есть, а еще все отхилится. Ну, не знаю. А сколько дерева там? У Теслика 2000, у Спарта на 3000. Ой, я не знаю. Уже... Лик 5, наверное, последних. Нельзя гулей кидать, орков. А, да. Ну, че? Сейчас, блядь, надо за хилом смотреть. Сейчас все будет еще круче светиться. Че-то, по-моему, Спарта рано кинул. Он, получается... А, нет, он на 33 кинулся, правильно. Да, нормально. Ну, мог бы, конечно, на следующую кидать. Я просто замечаю, что на 34 еще кидают, а не на 33. И иногда на 33 никто и не выходит даже. Ну, типа, по 34 мало юнитов, дольше дефы, демон больше уже дпс вносит. Дольше живет, типа. Ну, вообще, че, по показателям? То, слика, как ни странно, больше инкома, а у Спарта больше вэлью. Ну, ты, саджи, кидал 24, все правильно, и куколом больше. А, ну, да, 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 точно. Ну, у него все фуловое стоит. А, стоит, если тоже 23 кинул, ой, 33, да, демона Крякина. Погоди, нахуя он стакнул? Чтобы раньше демон начал бить и больше дпс внес. Бля, нахуя. Я бы понял, были бы бары, они там любят фокусить этого пацана. Но хилится, смотри, как деревяшка хилится, ты видел? Тут пиздец хила. Вообще пиздец хила много. И гиды. Нет, демон, блин, очень много дпс сейчас внес. Зря стакал. Очень зря. Мне кажется, надо было все-таки 34 кидать, и более профитно бы зашла. Да, вон, видишь, побежали. Ё-моё. Пиздец. Это больше, слева больше побежало. Там танки, они портануться, походу, успеют. Нет? Могут портануться еще. Бля, ну у него, видишь, дпс весь срезается. Очень жестко. И дум, лишний суммон у него в основе, что, три думы осталось. Гидры, у него дпс нет, у него один танк. Пиздец. И чё? Теслик дефа эту пачку еще нет? Ну я, чё за жесть. Ну там реально гидра, танк, хадес. Сложились. Теслик эту пачку дефа еще, а тут пизда. Хилл не порешает. Хилл, не, не спасет. Не. Может быть, замошнить насчет гуляй, типа, такая фигня. Но они не решили. Они не решили. Чего у него скилл-то? У него волна же. А, бля, пиздец. Был бы стан, еще можно было бы. Но нет, он тут не порешает уже ничего. Да даже со станом, мне кажется, проиграл. Пиздец. Рандомно 30. Это жесть. Да, да. Вот такая вот 31-ая волна. Говорил и хотел рисковать. Получается, что 31-й это и был риск. Потому что раньше он мог более надежно убить. 27-28. Да. Ой, бля... Охуеть, я могу 50 рублей заработать. Охуеть. Ну это просто что-то... Продолжение следует...